Вооруженные силы Украины продолжают наступательные и оборонительные действия на юге и востоке Украины. На Бердянском направлении выбили врага из пространства между Урожайным и Новодонецким. Об этом пишут аналитики ресурса Deep State. Бои продолжаются по линии Новодаровка-Степное. Тяжелая ситуация остается в Маренке на Авдеевском направлении. Там враг добился определенных незначительных успехов. Ситуация остается сложной. Идут изнурительные и яростные бои за каждый дом. Что касается Бахмутского направления, неспокойно на западе и северо-западе Клещиевки. Такая же ситуация на Сватовском направлении в Белогоровке. Без изменений остается на Запорожском или Таврическом направлении. Тем временем пропагандистские паблики пишут, что тревожно россиянам стало в Пятихатках Запорожской области. Там якобы идут бои. Отметим, украинские военные эту информацию не подтверждали. О том, что ВСУ перехватывают инициативу на поле боя, сообщают в Минобороны Украины. Однако для наращивания силы и победы нужно оружие дальностью до 200 километров. Главное в современной войне – это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 километров. Написал в своем телеграм-канале заместитель министра обороны Владимир Гаврилов. Также он добавил, что Украина находится на пути получения этих самолетов. Авиация прежде всего будет защищать украинское небо от российских баллистических и других ракет для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.